Всем привет, наши друзья, наши подписчики! Всех-всех вас очень рада видеть на нашем канале! Сегодня у нас уже вечер, видите, я одела свое красивое платье. Я его одевала один раз на Новый год, один раз в Адалии, и сейчас одеваю его третий раз. Едем мы сегодня с Юрой на день рождения к моей подруге Кольге. С Ольгой мы дружим очень давно, наверное, с 99-го года. Еще, помню, у нее младшая Диана 2 годика была, а старшая Олеся в школу мы провожали в первый класс. Вот, сейчас уже Оля бабушка, у нее внученька София, вот у нее сегодня день рождения. Пригласила нас с Юрой в ресторан Пивальди, по-моему, называется. Здесь недалеко от нас, на Пятницком шоссе, там, по-моему, раньше был ресторан украинской кухни. Лену тоже приглашала, конечно, но Лена сегодня, Андрей работает в Москве, и она вечером, ну, как бы, находится дома с Ваней, потому что завтра в школу. В общем, не стала Ваню одного оставлять, и поэтому она не едет на день рождения. Ну, а мы уже сильно-сильно опаздываем, потому что нас пригласили к половине восьмого. Сейчас уже половина восьмого. Юра и даже не то, что и не пахнет им, сказал, что очень много машин в Москве, что вот тут дождь. Ну, в общем, короче, работы много, поэтому не знаю, во сколько он приедет. Я, конечно, Ольге написала, что мы задерживаемся, это и следовало ожидать. Мы вообще всегда куда-либо, если едем с Юрой вдвоем, то Юра работает всегда обязательно в этот день. Моё день рождения не исключение, если я здесь остаюсь, и поэтому мы всегда опаздываем. В гости, на день рождения, там, куда угодно. Вот, и сегодняшний день, естественно, не стал исключением. Сейчас он приедет, ему же нужно будет принять душ, переодеться. Ну, и я поеду сегодня, я сегодня трезвый водитель. Завтра, потому что много дел перед отъездом в новое путешествие. Естественно, Юра не хочет, чтобы я уезжала, это ясное дело. Ну, я говорю, что нужно развивать канал, нужно посмотреть. Ну, это не самая главная причина, вернее, не причина, я говорю, поехали с нами. То есть мы спокойненько поехали бы втроем, как мы это любим делать, как мы ездили в Грузию, в Черногорию. Юра сказал, что у него много работы, и он сейчас не может себе позволить. И поедет только в январе, когда откроется, ну, Таиланд там открылся, не открылся. В общем, сегодня заезжали к Любе, и еще туры в Таиланд не продают. Вот, и, естественно, завтра много дел, поэтому допоздна, конечно, сидеть на день рождения мы не будем. Не знаю, на сколько попадем, во сколько попадем. У нас все, как всегда. В общем, жду Юру, и мы поедем. Видишь, как я работаю? Я вижу, человек ждет. Я работаю после рецепта. Человек ждет, Юр, но неудобно. Я знаю, я переодеваюсь, ты видишь, я не могу так, я не могу разорваться между семьей. Ну, у тебя есть я, как ты говоришь. Ты для меня, ты для меня как стена. За этой стеной я стою. Ну, я просто не могу, чтобы всем, всем. Сейчас я штаны снимаю, быстро переодеваюсь, и руки мою, и мы едем. Давай. Это время быстро конец. Друзья, наша поездка состоится. Да, Юра? Гнал на всех парах. Гнал. Тут оборвали весь телефон мне просто-напросто. Одни, вторые, третий. Одним загрузить надо, другим. Плюс завтра Нижненоггород еще. В общем, короче. В итоге мы едем на день рождения, Коля. И плюс еще день рождения. Плюс еще и день рождения. Поехали потихонечку. Все, друзья, заехали на Лукову. Вот сейчас заправлю полный бак. У меня есть там, ну, чуть-чуть, четверть бака. Вот. И папа, когда возит нас в аэропорт и встречает, он всегда заправляет мне полный бак. Мне всегда неудобно, потому что я всегда оставляю ему с лампочкой, с мигающей. Поэтому сегодня я решила эту ситуацию исправить. Ну, и в предыдущий раз тоже исправляла. Сейчас Юра пошел, заправим полный бак. Друзья, мы прибыли. Вот называется Пивальди. В общем, мест вообще парковочных нет. Абсолютно. Хорошо, мы еле нашли пивоварня, ресторан. Кто говорит, народ дома не сидит. Народ дома не сидит. Ух ты. Так, подожди, надо раздеться сначала. Ух ты, как здесь хорошо. В общем, друзья. О, привет. Где мы? Привет. А, вон там есть. Я мамку позову, а мы просто такие там танцпляскивали. А они уже танцуют, да? Вот Олеся уже. Так, ну куда нам идти? Ну, или за стол, или идите танцевать. Сразу танцевать, а накормить? А накормить? Они там стоят, я просто не знаю. Или я за ней сейчас бегаю. Ну, смотри, можешь к столу нас проводить пока. Привет, привет. А, ну давай тогда именинницу сюда. Что ж, пойдем. Так, а, подожди, с той стороны нужно обойти. Смотри, вон там вот. Не, это я прошла просто посмотреть. Давай. Где там наша именинница? Вон идет. А поцеловать? Олечка, мы задержались. Красивые какие цветы. Все у Олечки стоят. В общем, наелись устриц. Всего поели. Пойдемте теперь смотреть территорию. Зрители в заблуждении, агу, поели устриц. Не устриц, а мидии. Ребят, тут народу столько этажей. Сейчас посмотрим с вами. О. А, тут живая музыка. Да нет, танцпол. Вот танцпол. Давай, дядя Юра. И еще этаж выше. А вы говорите, понедельник, да? Оля подсказывает, что 4 этажа, и все 4 этажа заняты. Мы сейчас на втором этаже. Мы сейчас на каком этаже хотя бы? На второй. На второй? Нет, третий. Третий. Есть окон и белый танцы. Держи. Ну что, танцы? Самое лучшее мы сделали вывод на четвертом этаже. Гитара какая. Не, ну хорошо, я... А вот это пивоварня, видишь? Это пивоварня, я вижу. Да не, везде хорошо. Сейчас там на улице еще такая территория классная. Лето, наверное, вообще-то живет. Приедем. Ходешь? Это папарацци-папарацци. Самое оригинальное. Смотрите, они мороженое. О, о, о. Самое главное. Загадываем желание. Что, смотрите, внучка и две девочки-красавицы. Радость-то какая. Молодец. Кто не успел снять, поджигаем заново. Поджигать еще нечем. Только у вас мороженое уже все растаяло, пока вы огниво нашли по всему ресторану. Хорошо сидим, друзья. Чуть-чуть под руку, так под ногой. Да-да-да. Смотрите, обратите меня на Софию. Смотри. Софийка. Вообще молодец. Время 11 часов. Смотри. Ребенок все выполняет. Народ здесь, кстати, не уходит никуда. Мы с Юрой приехали позже всех. Раньше всех уезжали? Раньше всех. Не, ну, друзья. Самое главное ведь не то, что ты во сколько приехал и уехал. Главное, что вообще здорово, конечно. Ну, дело в том, что мы Ольгу поздравили. Конечно. Так, Ольгу поздравили. Сейчас, Юра, открываем машину. Ну, вот. Смотрите, какой пивальди. А ведь раньше, еще раз повторю, здесь находился... Да что такое у меня сигнализация? Ну, давай. О, раньше здесь находился... Как мой как ресторан назывался? Пивалди. Нет, раньше. Как же назывался? Только что вспомнил. Первак. Первак у нас был ресторан раньше. Видите, он в стиле в этом сделан в украинском. Видишь, как изба такая красивая. Видите, его все переделали. Так, ну ладно, разворачиваемся, уезжаем. В общем, порезала, друзья, манго. Манго. Вот сейчас я попробую. Тает во рту. Вкуснятина, необыкновенная, видите. Некачественно срезала. В общем, все, друзья. Мы уже дома. Доехали очень быстро. 15 минут. И мы дома. Машин никаких нет на трассе, слава богу. Но я очень удивилась тем, что в ресторане такое огромное количество. То ли все после пандемии, сегодня первый день открыли, то пришли. То ли Оля говорит, что там всегда нужно заранее заказывать места. Вы видели, что там своя пивоварня. В общем, четыре этажа в ресторане. Ну, как-то первый какой-то цокольный. Второй. Мы сидели на втором. Выше третий, где поют. И еще как бы вот наверху четвертый этаж. Ну, цены, говорит, там демократичные. И все равно... А, ну, наверное, из-за того, что цены там демократичные. Поэтому я вот меню, к сожалению, не посмотрела. Но у нас будет повод туда еще вернуться. Как бы их как-нибудь еще с вами съездим и посидим. Ну, а сейчас мы с Юрой в 12 часов ночи. Полдвенадцатого будем кушать манго. И готовиться к завтрашнему дню. Ну, а с вами, как всегда, все. Увидимся буквально завтра. Пока-пока.